Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире «Большая перемена» и с вами ее ведущий, несравненная Алина Новосардян и маэстро Владимир Змейцев. Сегодня у нас особенная программа, которую мы рады открыть в День российской науки. И у нас в гостях без преувеличения уважаемый ученый Валерий Зоркальцев, заведующий лабораторией математического моделирования Байкальского государственного университета, кандидат экономических и доктор технических наук. Здравствуйте, уважаемый Валерий Иванович! От всей души поздравляем вас с Днем российской науки! Спасибо! Здравствуйте, Володя! Здравствуйте, Алина! И вас поздравляю тоже с этим днем! Спасибо! Валерий Иванович, как мы уже сказали, вы являетесь заведующим лабораторией математического моделирования БГУ. Насколько нам известно, лаборатория появилась в стенах университета не так давно. И вот в связи с этим вопрос, как работает лаборатория и какие обязанности у вас? Лаборатория сейчас находится на стадии формирования. Я приступил к работе только в декабре месяце, в конце самого декабря. Но я думаю, что будем, согласно названию, формировать такое направление, как прикладная математика, которая включает две составляющие. Одна составляющая – это моделирование, в том числе моделирование Байкала, прежде всего, проблем, связанных с Байкалом, в том числе развитие туризма, энергоснабжения и так далее. А вот вторая проблема – это методы математические, прикладной математики, методы оптимизации, аппроксимации. Валерий Иванович, как мы уже сказали, вы являетесь кандидатом экономических наук, но доктором технических наук. Много трудов у вас посвящено математическому моделированию в экономике. Расскажите, пожалуйста, как сочетаются две эти науки и научные области? Вы знаете, очень нехорошо. Дело в том, что я кончал сначала новосибирскую физико-математическую школу, и когда стал вариант уже после школы выбирать путь, он был, естественно, связан с новосибирским для меня, новосибирским университетом. Мне очень понравилось слово «кибернетика». Тогда было такое загадочное слово «кибернетика», экономическая кибернетика. Почему важно было экономическое, что кроме вот такой науки математической будет какое-то приложение, экономика меня всегда интересовала, потому что я видел много странностей в нашей экономической жизни и пытался их осмыслить. Скажем, почему у нас как-то не так все устроено, как могло бы быть. И я пошел учиться на факультет экономической кибернетики, который я успешно закончил. Там я применял тоже математические методы, даже был председателем научного общества факультета какое-то время. Познакомился с очень интересными экономистами, с которыми я до сих пор дружу, с ведущими экономистами нашей страны. И экономическая проблематика мне была близка, но близка была она и в части моделирования, прежде всего. Я был близок с математиками, тоже они нас преподавали многие. И когда переехал в Иркутск, то я увлекся математическими методами оптимизации. И вот так занимался двумя вещами – экономикой, энергетикой и математикой, прикладной математикой. Попозже я увлекся еще и Байкалом. Вот как раз об этом вопрос. То, что вы занимаетесь исследованием ресурсов озера Байкала. А как вы пришли именно к этой теме, именно к изучению ресурсов нашего озера? Ну, дело в том, что, как любой, я турист еще, я много ходил, путешествовал, кандидат в мастера спорта по водному туризму, так скажу. Это не стоит каких-то особых напряг, просто ходил в походы, ну и потихоньку там ребята присваивали звания всякие. Часто бывал на Байкале, конечно же, это красотища огромная, то есть и так далее. И волей-неволей я погружался в те странности, проблемы, которые есть на Байкале. И понимал, что многие проблемы нуждаются в экономических исследованиях, многие нуждаются в экологических исследованиях, много нуждаются в моделировании. Вот. Ну и волей, дело в том, что когда занимаешься наукой, ты часто сам себе ставишь задачи, здесь тоже сам начинаешь думать о чем-то, разбираться, ну скажем, как функционируют наши основные виды рыб, организмов, как они взаимодействуют между собой. Это же интересно. Конечно. Валерий Иванович, в одной из ваших научных работ я как раз встретил то, как вы рассчитываете количество популяции микроорганизмов в озере Байкала. Вот расскажите, пожалуйста, вот откуда вы берете эти данные и как это вообще делается? Ну, объемы биомассы, численности, ну, конечно, здесь источник основной, это сами экологи, сами работники Байкальского университета, это прежде всего лимонологического института, музея нашего Байкальского. У нас хорошие, сильные плеяды ученых, сложилось здесь с ними, я стараюсь дружить, контактировать, они поставщики информации. Математика здесь нужна для систематизации знаний, то есть она позволяет увязать знания в единую цепочку, понять, скажем, с помощью косвенных каких-то вещей определить реальное положение дел там. И когда ты получаешь массу разрозненных, порой, противоречивых сведений, только с помощью математики можно создать из этого какую-то цельную картину. Вот, и сами мы не предоставляем данные, мы просто оцениваем, скажем, известно данные, кто что ест, и сколько, какой пропорции. Ну, через объемы можем определять уже, какой был исходный объем. Очень много на Байкале загадок, которые нуждаются в осмышлении там и так далее, чего стоит только пик биологической активности в марте месяца в Байкале. Самый большой пик у них наступает в марте, когда самый толстый лед. Второй пик в августе, ну, это понятно, конец лета, а вот в марте загадка большая. Вот, Валерий Иванович, вот Вы сейчас сказали о загадках Байкала. Можно было бы привести пример, какая из загадок? Вот я одну назвал, то есть, что в марте месяца пик биологической активности Байкала. То есть, самый толстый Байкал, взлет на Байкале. И вдруг фитоплантон начинает, это, ну, слабо говоря, водоросли, да? Подольдом начинает развиваться рачки и пешура особенно активно. Вот, рыба, голомянка, малая голомянка, два вида. Ведь основная рыба на Байкале, в отличие от того, что думают приезжие на Байкал, это не обувь, это не хариус. А основная рыба у нас голомянка, 80%, так по оценкам биомассы, рыб Байкала, это голомянка. Их два вида, они разошлись аккуратно, большая и малая голомянка. И вот, и малая голомянка, у нее период размножения, это март-месяц, февраль-март-месяц, вот самый такой период. Почему? Отчего? Большая в август, вот у них так элегантно они работают. Причем у них интересно, что получается численность большой в три раза больше, но средний размер малый. Численность большой в три раза меньше, а биомасса одной рыбы в среднем в три раза больше. То есть получается по биомассе у них примерно одно и то же. А от каких факторов развития зависит именно популяция? Вот, например, той же голомянки. То есть какие условия обитания им нужно создавать? Ну, вы знаете, голомянка это вообще загадочная рыба, то есть она же обладает массовой условностью. Ее очень плохо изучать, она не хочет жить неволе. Вообще рыба в неволе живет неохотно, то есть наша байкальская рыба, даже омоль, который живет в неволе, мы в музее видим. Но в неволе он превращается в лентяй, он не хочет размножаться. Вот, то есть никак. Он меняет свое строение, становится больше похож на сига, и он уже не ловит пором в воде, а ловит, скребется, как и сиг, по дну и так далее. А голомянка это вообще загадочная рыба, она не собирается в стадо, она живородящая. То есть это вообще, на эту рыбу нужно обратить особое внимание, это уникальная такая штука. И при нее, к сожалению, очень мало что известно. У нас есть специалисты, есть хорошая стадо, ну, мы были особенно, но не так много, и нужно особо трудно ее изучать, потому что ее в аквариум не поместишь, не понаблюдаешь, а в воде это сложно делать. Валерий Иванович, а вот как вы на данный момент оцениваете, ну, какие-либо проблемы с нашим озером на данный момент? Очень много проблем. Первое, значит, организационные проблемы. То есть у нас часто, кому не попадет сюда приезжают какие-то команды, там, депутаты, что-то такое, приезжают, сложно принимать какие-то решения, которые потом не выполняются. Хотя проблемы накапливаются, вот исчез умоль, да, стало меньше умоля. Отчего, почему, никто сказать не может. Ученых, которые занимаются умолем, очень мало, буквально по штукам у нас. Решения поспешные, принятые. У нас проблемы с нерфой иногда заболеют, то есть почему возникает такая вещь, еще какие-то вещи. И, к сожалению, нет системности, достаточной в этих исследованиях. Я считаю, что очень большая беда, что нет какого-то органа, координирующего, который бы ввел все проблемы Байкала. Потому что Байкал не нуждается в деньгах, на самом деле. Он давно сам на себя полностью зарабатывает. Вот по моим оценкам денежным, наши ГЭС, Иркутская, Братская, Усть-Римская, рентные доходы за счет бесплатного энергоресурса получают примерно 2 миллиарда долларов в год. Вот. Этих бы денег хватило на все проблемы Байкала. В дынче летом я была, допустим, одна из проблем, это Байкальцево-целевозный комбинат. Его с большим трудом остановили. Хотя здесь не столько даже экологическая, как экономическая чушь. Он поставлен в неудобном месте. Раньше для этого была причина. Причина давно исчезла. Он работает на далеко привозном лесе, а все такие комбинаты работают около леса. Сейчас его закрыли. Ну как закрыли? У нас остались там масса его отходов. Мы с Аркадем Давыдовичем Калихманом, он меня взял, с ним там пожили в палатке, прошлись, пойти в катриджи, посмотрели. Потрачено 8 миллиардов рублей. На что потрачено, непонятно. То есть в Босына не там, ничего не сделано. Эти озера сами уже начинают потихоньку останавливаться, которые шла бы хранилища. Но безобразие там надо как-то чуть-чуть привести в порядок. Там не решена проблема энергоснабжения, потому что Байкальск прекрасный город, он хорошо сделан, хорошо спланирован, но он энергоснабжался от ТЭЦ. ТЭЦ, когда она работала на комбинате и попутно отоплила город, была эффективна. Сейчас для отопления города жутко неэффективна. Каждый год идут дотации, по-моему, 100 тысяч, 100 миллионов рублей. Легко эту проблему можно решить, но не решается, не хватает импульса, не хватает людей, которые могут принимать решения, взвешивать решения. И не хватает экономической науки просто вариантов. Поставить варианты, оценить их стоимость, эффективность и решить проблему. А есть ли противовес всему отрицательному какие-то положительные прогнозы? Ну это не отрицательное, это просто такая объективная реальность. Ну, конечно, есть. Во-первых, мне нравится, что Байкал до сих пор осваивается их путянами, лунудинцами и так далее. Почему? Потому что, как бы ни боролись с нашими турбазами и так далее, все-таки наши люди, которые живут в Сибири, они более гуманно относятся к нашей территории. Они понимают легкую ранимость территории и так далее. Это очень здорово. Это колоссальный плюс, на самом деле. Очень колоссальный плюс. Валерий Иванович, вот в связи с резко возросшей степенью туризма правительство Российской Федерации вводит такой термин, как экологическая нагрузка, которая может оказываться на наше любимое озеро Байкал. Вот как Вы считаете, сколько процентов вмешательства человека и какую силу выдержит озеро Байкал? Ну, по оценкам, сейчас, ну, сейчас пик немножко из-за пандемии снизился. А вообще, так, миллион человек уже приезжает у нас, и, наверное, будет приезжать больше, возможно. Вот очень важно подготовиться к этому. Сколько-то лет назад, я уж не помню, я был в Красноярске, естественно, пошел на столбы, и меня поразили перемены, которые там произошли. Они все тропы сделали выносными над поверхностью. Все, мы уже не ходим по почве, не топчем, а мы идем по деревянному настилу и так далее. Прекрасное решение, оно недорогое, эффективное и так далее. Видимо, нечто такое нужно сделать здесь, потому что у нас очень слабый гумус, буквально можно сбить легко ногами. Вот я делаю первые потери. Второе, допустим, многие вещи, мусорные контейнеры, самая простая вещь, ну, наладить систему даже позорно, понимаете. Туалеты. Конечно же, это беда Байкала, просто запретить туалеты. Ну, как местный житель, куда ему ходить-то, прошу прощения, вот, как запретить. Есть биотуалеты, есть прекрасные топазы у нас работают. То есть надо вот это внедрять, это можно сделать, но чуть продумать, посчитать, каким образом финансировать и прочее. Энергоснабжение Байкала. Вот в Байкальском музее Фиалков такой директор, он пробил себе тепловые насосы, они, оказывается, мы посчитали, они рентабельны экономически. Надо тоже внедрять на воде Байкала. То есть за счет того, что вода Байкала берется 4 градуса, обратно 2 градуса, на этих вот 2 градусах можно эффективно отапливать помещение. Таких решений очень много, причем экономика и экология здесь не конфликтуют, они являются союзниками, я бы так вот сказал, это очень важно. Прежде всего, наверное, наше озеро страдает от того, что у нас не развита культура туризма и бережного отношения к этому прекрасному месту. Вы знаете, я даже, может быть, по-другому, у нас страдает от того, что у нас нет не развита культура анализа, сравнения вариантов и так далее. Вот американцы столкнулись с проблемой своих больших озер, да, когда они стали выходить из строя, там, грязнение большое и так далее. Они создали комиссию, быстро поняли, в чем проблема, создали дирекцию специальную по этому озерам. И сейчас они эти проблемы решили. У нас тоже нужно вот создать этот импульс. Потом не хватает простого экономического анализа. Часто кто-то борется, там, скажем, за экологию. Ох, как плохо, что мы тут выбрасываем там какие-то вещества вредные. Ну, надо подумать, сколько это стоит, насколько они вредны вещества и так далее. Порой просто глупость прет, допустим, у нас в нашей котельных не так много, но довольно много, по береже Байкала, работы на Черепковском угле. Давайте заменим на конскачестве. Гораздо хуже, кучевое качество, далеко привезенный. Ну, вот, вроде как они... Он хорош для больших тестов и прочее. Это уже мои друзья энергетики такие вещи предлагают. Ну, так наспех, непродуманно и прочее. То есть не хватает вот... Головы не хватает. Валерий Иванович, а когда вы были в последний раз на Байкале? Это лето я все провел там. Все лето вы провели там? Ну, есть такая трубаза, Вангасолка, сейчас даже, я прошу прощения, дам рекламу, я не прошу. Вот, потому что это наша туристская мека, где с покон веков мы там бываем. Сейчас мои друзья там создали трубазу, я там у них, как инструктор по водному туризму, использую, лекции читаю по экономике, по экологии Байкала и так далее. И вот если у кого-то из слушателей есть, ну, наверное, братья, сестры, там, школьного возраста, я советую туда сдавать на лето. Они пройдут курсы альпинизма, туризма, навыки получат. Это будет очень здорово и недорого. Были мы на снежных озерах, на теплых озерах, на реке Снежной были. У Монголии ездят оттуда, то есть и монголы сюда приезжают. Вот это вот очень важно. Так что... А нравится ли вам ездить в Листвянку? В Листвянку, ну, не очень, скажу по правде. Да. Дело в том, что вот такой торгашеский поселок, да, и так далее. То есть я... Музей там, там мои друзья в музее, там я люблю бывать. Там библиотека у них хорошая, в обководство. Мы сейчас там вот пытаемся совершенствовать их насосы. Вот эту вещь подали даже целых два гранта. Может один пройдет, мы тогда сделаем более эффективно. Эту вещь, она пойдет уже по бережу Байкала более здорово. Грант именно на... Финансирование. Там дело в том, что насоса поставили, а системы управления, системы наблюдения за их работой нет. И там энергетик просто по своему произволу включает, выключает, ну, вот такое вручное, но несовершенную систему управления. Потом из музея можно сделать энергоэффективное здание, чтобы... Это легко сделать. Ну, надо такой, такой, такой допрос тоже дать. Там очень интересный музей. Валерий Иванович, вот как раз этим летом правительство Российской Федерации разработало целый проект по облагораживанию территории всего Байкала. Вот расскажите, пожалуйста, как правильно подойти к этому явлению? В каких местах следует располагать места для отдыха людей, а в каких не следует? И как этот процесс вообще должен пройти? Ну, я, знаете, не специалист во всех этих делах. Конечно же, как известно, территория Байкала больше наполовину это заповедники, заказники там и так далее. Вот. Не всегда это хорошо либо плохо, то есть, я боюсь говорить. Многие вещи делаются очень разумно. И вот у нас святом носу там ребята активные, подавшие. Вот. Я не хотел бы сейчас давать так поспешные рекомендации. Ну, надо подходить с разумной. Вот ты сам говорил про опыт Красноярских столбов, когда сделаны тропинки с дощатым настилом, и вокруг них везде трава не помятая, пожалуйста, все в порядке. Вот такого сорта решения, конечно, необходимо для Байкала. Не просто тропы туристские, их довольно много, скажем. Головустов, да, и Стивянки тропа есть. Но нужно подумать вот об этих вещах, чтобы не нарушался покров и прочее. Звери, чтобы не страдали наши рыбы там и прочее. Тут много. Вот, допустим, вот с омолем что делать? Ну, ясно, что будет расти поток туристов. Туристы захотят покупать омоль. Это будет спрос, будет расти законные и незаконные добычи этой рыбы. Ну, давайте сюда завозить, или бог, для туристов. Давайте будем омоля брать на лене, брать братского водохранилища, привозить на Байкала. Вот будет решение. Сейчас вот одна из сотрудниц будет делать диссертацию на эту тему, как с помощью экономических мер, то есть не с помощью прокуратуры запретить, 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 что у нас сейчас тут. У нас же сейчас запретительная практика. Скажем, есть только поселок Илонцы, они много лет не могут узаконить свое родное кладбище. То есть они жили-жили, сейчас кладбище стало незаконным. Построили школу, несколько лет не могут в школу ввести, то школа уже действует, а ввести не могут, потому что она незаконная. Там ихный мэр начал отсыпать дороги, дороги, как-то бывало, знают, что их нет. Его за это срок дали ему просто, что он около Байкала берет щебенку эту несчастную. А где бы брать щебенку еще? Ну, тут просто это не говорят. А вот ты не имеешь права около Байкала брать щебенку. Ну, а на этом позитивном моменте... Очень позитивный. Ну, скажем так, на этом содержательном моменте, как сказала Алина, мы вынуждены завершить нашу программу. Я думаю, что мы осветили много важных вопросов. Да. Чтобы осветить все, не хватит даже и нескольких программ, мы искренне благодарим Валерия Ивановича за участие. Спасибо, Валерий Иванович, что вы были сегодня с нами. Я думаю, что вы не нуждаетесь в особом представлении. Но, еще раз повторю, сегодня с нами был Валерий Зоркальцев. Это заведующий лабораторией математического моделирования Байкальского государственного университета, кандидат экономических и доктор технических наук. Также программу для вас сегодня вели несравненная Лина Новосардян. И маэстро Владимир Изместев. Валерий Иванович, спасибо вам еще раз. Еще раз поздравляем вас с Днем Российской Науки. Всем пока-пока.